Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Почти полная, максимальная 400, загрузка килограмм. И получилось так, что мотолодка прошла путь 4,8 километра. Мы стартовали в городе Великий Новгород от лодочной станции «Водник». И почти что прошли путь по реке Волхов и до Сиверцева канала, до отметки 0 километров, оставалось всего 200 метров. И кончился бензин, кончилась трехлитровая банка. В течение месяца я сжег 4 канистры бензина, в которые было добавлено обработчик топлива, МПГ КАПС. Как раз одна таблетка на 80 литров бензина, такая норма расхода этого вещества. За это время камера сгорания из нее полностью удалился нагар. Она стала абсолютно чистая. И топливная система тоже чистая. И камера сгорания покрылась тонкой пленкой. Которая, собственно, дает вот такой эффект, при котором топливо сгорает полнее, ровнее, полностью сгорает с камеры сгорания, а не где-то в выхлопной трубе и еще где-то. За счет этого, как говорят, достигается экономия. Вот сейчас я повторяю это же самое испытание. Водолодка в пути уже сколько минут дней? 22 минуты одна уже в пути. Трехлитровая банка подходит к концу. И сейчас мы приближаемся к тому самому месту, на котором кончился бензин в прошлый раз. Сейчас мы достигнем этого места и начнем отсчет с экономленных метров и километров. Северсов канал у нас пронумерован. На нем стоят километровые столбики. И мы замерим расстояние. И увидим, насколько в большем пути прошла мотолодка. Сегодня мы повторяем это же самое испытание. В прошлый раз было 4 человека в мотолодке. И общий вес груза 350 килограмм. Сегодня ровно 350 килограмм на борту. Мы достигли того места, в котором мотолодка пришла в прошлый раз. С этим же самым грузом. Осталось бензину не очень много. Около пол-литра. Сейчас просто замерим, сколько, какой путь мы сегодня еще пойдем. А потом подсчитаем проценты экономии, так сказать. Андрей, сколько у меня есть? В прошлый раз мотолодка прошла вот этот путь за 27 минут. Сегодня она прошла быстрее за 23 минуты 30 секунд. Ну что ж, отправляемся в Северсов канал. Пока мы едем, я представлю еще раз моих спутников. Татьяна Юлина Миронова, моя жена. И Андрей Виталиевич Трубачев. На протяжении 15 лет руководитель, директор клуба картингистов. Под руководством этого человека прошло тысячи ремонтов мото- и автотехники. И этот человек, конечно же, отличный эксперт в области двухтактной, четырехтактной авто-мототехники. Мы сейчас приближаемся к Рюрикову городищу. Мы выехали за пределы города Новгорода. Вот Рюриково городище. Сейчас мы увидим отметку 0 километров. До которой в прошлый раз не удалось доехать всего лишь каких-то 200 метров. Ну что ж, пошли в Северсов канал. Пока мы двигаемся, я еще раз расскажу о том, что произошло в процессе сжигания 80 литров бензина. Постепенно происходила обработка камер сгорания. И при этом получался следующий результат. На протяжении сгорания первых 40 литров бензина не было заметно никаких видимых результатов. Когда 50 литров бензина сгорело в этом двигателе, финском двигателе марки Церки 23, двигатель заметно прибавил динамики. Очень быстро и резво побежал. Прямо на глазах изменилась скорость. И я замерил ее по секундомеру. Получилось, что скорость на 27% быстрее. И вот этот старенький двигатель прибавил, как мне очень того хотелось, резвости и динамики. Что еще я могу сказать? Двигатель был... Компрессия двигателя была в тот момент, когда я начал испытания. 7,5 нижний цилиндр, 7,5 атмосфер, 8 атмосфер верхний цилиндр. Это очень мало для такого двигателя. Можно сказать, что он был на пределе износа. И когда я стал испытывать эту добавку МПФЖ, эту технологию, у меня была большая-большая надежда, что этот двигатель прибавит оборотов, прибавит резвости и еще послужит. И я не ошибся. Знаете, после сгорания 80 литров бензина, а именно такое количество 4 бака топлива нужно сжечь, чтобы двигатель полностью обработался камерой сгорания. 27 минут бензин кончился. Кончилась 3-х литровая банка. Мы прошли ровно на 1 километр больше, чем в прошлый раз. Это экономия около 20%. И еще что я могу сказать. Когда сгорают 4 канистры топлива, полностью заканчивается обработка цилиндров и на поверхности цилиндров возникает тонкая нанопленка, которая создает вот этот эффект ровного и быстрого сгорания и все топливо начинает успевать сгорать в камере сгорания, за счет этого достигается экономия. Кроме того, хоть это вовсе не обещано и не обещается производителями, я замерил компрессию и после окончания цикла обработки в этом двигателе компрессия увеличилась до 9 нижних цилиндров, 9 атмосфер верхних цилиндров, что соответствует вообще хорошему состоянию, я бы очень сказал, очень даже хорошему состоянию импортного финского мотора Дерхи. Спасибо за внимание. Все, с вами был Андрей Миронов. Экономьте топливо. Берегите нашу экологию.